здравствуйте это вопросы к доктору и я врач интенсивный терапевт владимир хиновкер сегодня вопросы про то как появляется кислород в крови и что делать если он низкий почему уровень кислорода в крови снижается при заболевании коронавирусом доставка кислорода в клетку это как раз то чем занимаются врачи моей специальности врачей анестезиологи реаниматологи кислородный каскад это очень длинная история очень интересная лекция занимает около двух часов еще несколько занятий мы этому посвящаем когда учим наших ординаторов быть врачами в двух словах представьте себе что в легких очень много вот таких воздушных шариков которые мы называем альвеолы они заполнены воздухом мы делаем вдох и наполняем их воздухом а вокруг они покрыты сетью сосудов капиллярами и вот как раз стенка альвеолы и капиллярная стенка и составляет то самый барьер ту самую мембрану через которую кислород должен проникнуть в кровь ну а дальше же связаться с гемоглобином и током крови быть доставлены во все наши клеточки во все наши органы ткани если мы заболели пневмонией а речь идет конечно же к видной пневмонии то вот эта стенка может утолщаться и мембрана становиться плохо проницаемой для кислорода вот основная причина в этом но вообще ответ на вопрос почему кислорода мало знаете он на серии почему машина плохо едет причин того может быть огромное количество и мотор плохо работает и бензин плохое залили и что-то с тормозами и колеса не накачан в общем огромное количество причин важно чтобы кислород чтобы воздух заполнял наши альвеолы и чтобы кровь вокруг наших альвеол хорошо текла тогда все будет хорошо как повысить уровень кислорода в крови после двойного к вида все мы в период эпидемии конечно стали большими к виду логами стали пульмонологами мы все вирусологи мы все понимаем что сегодня почти в каждом доме уже наверное есть кроме тонометра и термометра еще вот такой прибор который называется пульсоксиметр тот прибор который показывает насыщение кислородом крови в больницах конечно 1 плюс оксиметра недостаточно в реанимации берут специальные анализы крови на содержание кислорода на газы крови но в общем некое соответствие цифры которые показывают плюс оксиметр и цифры которым получаем с помощью сложных анализов они как-то между собой связаны и на эти цифры можно ориентироваться все вы знаете что кислород сатурация должна быть больше 93 94 процентов в норме а вот дальше что делать если вы переболели тяжелым к видам да еще и не один раз у вас была тяжелая пневмония и после этого сатурация стойко низкая вопрос непростой если бы я знал ответ наверное я бы уже был академиком и в общем не ходил бы это вк сниматься в этой передаче жил бы где-то на мальдивах но в двух словах нужно сказать что сегодня отношение к этому такое что если у вас самочувствие не страдает нету одышки при физической нагрузке какой-то обычной если вы чувствуете себя хорошо то даже если сатурация у вас 92 процента или 90 процентов или 88 но это в общем не так важно как примерно я на неделю поехал в гости к своей маме потом вернулся и смотрю что у меня что-то не так с весами у меня просто испортились весы в общем говорите себе то же самое у вас просто испортился пульсоксиметр и живите дальше спокойно пусть все равно ничего сделать с этим особенно нельзя а вот если у вас есть признаки дыхательной недостаточности у вас есть одышка у вас есть слабость головокружения и низкая сатурация тогда наверное во первых вам нужен кислородный концентратор вы должны иметь его дома потому что долго быть состояние гипоксии плохо мы уже выяснили и в первую очередь это плохо для головы а потом для всех остальных органов нужно наверное заняться какой-то дыхательной гимнастикой и вот тут тот случай когда восточная медицина может быть очень эффективной и гимнастика дыхательная йога может быть полезной а вот больше советов наверное нет потому что никаких лекарств которые повлияли на фиброз на утолщенную рубцовую стенку альвеол пока не придумано и они не разработаны все что мы можем это ждать пользоваться кислородом если есть дыхательная недостаточности заниматься дыхательной гимнастикой и надеяться на то что постепенно ваш организм поправится